Драгрейсинг в Протасово Драгрейсинг в Протасово выехало более 70 участников из Рязани, Москвы, Московской области, Владимира, Тулы, Тамбова, Пензы и других городов. Второй год проводится чемпионат Рязани по драгрейсинг. Растет не только количество участников, но и уровень проведения соревнований. У нас сегодня участников, грубо говоря, в полтора раза больше стало. И самое основное, мы пригласили всех ребят молодых не гонять по улицам городов и поселков, а приехать сюда и показать, на что они способны. Мерили не только, кто быстрее разгонится на 402 метрах четверти мили, что соответствует мировым стандартам. В течение дня проходил еще конкурс на самую оригинальную внешность авто. Таким образом, каждый получил все, что желал. Гонщики утолили жажду скорости, а зрители увидели незабываемое зрелище. Второй сезон, второй этап. В каком-то смысле юбилейные заезды в рамках Кубка Рязани по драгрейсингу прошли на аэродроме в Протасово. Два года это уже срок для подобного рода соревнований, но в Рязани они не только существуют, но и развиваются. Определилась каста фаворитов. Отвалились те, кому здесь ничего не светит. Продолжают приезжать новые автомобили из других регионов. Сколько всего ожидается участников? По предварительным заявкам у нас было свыше 80 человек. Ну сейчас звонки идут, в пробках стоят. Вот в Подмосковье много стоит, в Бронницах не могут никак выехать. Вот с Коломны стоят тоже. Поэтому пока ждем, затягиваем сами соревнования немножко, чтобы затянуть, чтобы люди поучаствовали. Ну то есть вы идете на уступки? Конечно. Идем на это для того, чтобы люди почувствовали себя на этих соревнованиях, посмотрели какие результаты, ну и над чем дальше работать. На стоковых моделях автомобилей здесь, как говорится, делать нечего. Привозят сюда заряженные авто, привозят чаще всего на автовозах, иначе могут возникнуть проблемы либо с двигателем, либо с сотрудниками ГИБДД. К примеру, по этой машине вообще трудно понять, чем же она была до переделки. Оказалось, что Таврии. Приехала команда, которая ее представляет, из Калуги, в составе водитель, механик и группа поддержки. Хозяева автомобиля сами точно не знают, сколько в ней лошадиных сил, поэтому организаторы определили их в класс Анлим. Пробуем участвовать, но ваши организаторы нас почему-то не пустили в наши же классы. Ну, там есть свои причины на это, наверное, у них. Вот. Ну, хотелось бы выступить сегодня серьезно. Вот на сегодняшний день у вас только один соперник, Рязанский Разволюшин. Вот будем с ним, наверное, и гонять. А что это вообще за машина изначально была? Ну, до переделок это был автомобиль Таврия. Вот переделали ее с этим молодым человеком. Вот мой родной брат Олег. За полгода мы переделали, ну, можно сказать, все из родного. Тут осталась только задняя подвеска, точнее, задняя балка. Еще бы! Ведь в классе Анлим соревнуется известный Рязанский Турботаз. Пример того, что переделкам российские автомобили подвергаются даже охотней иномарок. Наши отечественные «Жигули», доведенные до спортивного уровня, показывают время намного лучше и выше. Вот о чем мы говорят. То есть наши самоделкины работают лучше, чем даже конструктора в западных фирмах. Но самыми красивыми здесь по праву считаются заезды в классе Автоледи. Девушки показывают здесь результаты, с которыми не каждый мужчина сможет поспорить. И, разумеется, мы не могли пройти мимо. На заезды мы заявляем Наталью, вашу любимую ведущую. Пока моя соведущая участвует в заездах Автоледи, я осваиваю новый вид транспорта. Сигвей. Так назвали. Вот такой оригинальный, электрический, экологичный и очень удобный двухколесный вид. Я даже не знаю, как это назвать. Вид транспорта или развлечения. Очень здорово, очень удобно. И я думаю, что именно за такими вещами будущее во всем мире, во всей Европе. Я надеюсь, что и в России. Сегодня в классе Автоледи участвуют две журналисты. Одна из канала Тили ЭП, другая, это Наталья Харкушкина на масте МПС. Журналист без моток для своего издания Автопланета, а также ведущая программы Автономия. Слушай, я думаю, вы покажете класс. Конечно, покажу. Сколько у вас людей в машине? 360. 360, тогда я сказала, по-моему. Это нормально и очень даже ничего. А какой стаж вождения? 4-5 лет. А, у него все. Ну так, чуть-чуть, где-то там, где-то здесь. Хорошо, и удачи вам! Давай, 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 давай! Давай, еще, 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 еще! Пробный заезд не разочаровал, все же впереди ожидала ложка дегтя. Блестяще проведенные два заезда в зачет свел на нет последний, когда наша героиня завалила старт. Итог, третье место на пьедестале. Что же, впрочем, вполне достойный результат. Автоледи Яна, занявшая первое место, даже была готова перестартовать, чтобы дать Наталье возможность исправить ошибку. Откуда такое благородство? Перестартовать, чтобы еще раз проверить результаты? Потому что это несерьезная гонка, здесь нет никаких ограничений по мощности машины. Но судьи оказались непреклонными. Правила есть правила, да и дипломы уже выписали. За третье место в классе автоледи среди иномарок награждается Карпушкина Наталья. За второе место в классе автоледи среди иномарок награждается Терешина Алина. И за первое место среди зарубежных автомобилей награждается Алиева Яна. Яна, ты мне несколько минут буквально назад была соперником. Ты честно выиграла первое место. Это похвально. Я тебя поздравляю. Желаю с тобой встретиться в августе месяце, когда будут проходить следующие соревнования. Завершили соревнования заездами в классе Анли. Это самые нервы, самые высокие результаты и самые быстрые машины. В этом году участники Рязанского драгрейсинга уже подобрались к отметке в 1000 лошадиных сил. Берется оригинальный двигатель, доводится до кондиции. И практически у нас вот здесь есть две машины, которые доведены свыше 800 лошадиных сил по скромным подсчетам. А если брать общий подсчет и переводить на лошадиные силы, то наш автомобиль, который подготовил Евсенин, он практически сейчас подошел к мощности двигателя 1000 лошадиных сил. Как и всегда, драгрейсинг в Рязани подарил и участникам, и зрителям. Море хорошего настроения и раздал зрителям солидные порции адреналина. Третий этап Кубка Рязани доказал этому виду, как теперь уже говорят, спорта, в Рязани быть. И не только быть, но и развиваться. Пускай этап промежуточный, и некоторых постоянных участников и фаворитов так и не дождались, зато приехали новые герои, о которых еще не было ничего известно. Так на участие в классе Анлим, в самом мощном классе, заявился участник на Парше 911. С эстетической точки зрения он привлек внимание зрителей. В соревновательной позиции посеял интригу. Сам водитель рассчитывал на самые высокие результаты. Ты их шестой надери хоть, а? А вы есть? Будете ли нет? Будем, конечно. В каком классе? Анлимит. С машиной что-нибудь делали? Или она в таком виде? Нет, она в таком виде. Топовой версии. Мыли, да, мыли. А вот видите, испачкалась уже. Теперь она тяжелая и плохо поедет. Чем еще этот этап отличался от остальных, так это большим количеством неурядиц, связанных с схождением автомобилей с трассы. Возгорание двигателей, другие технические неполадки заставляли несколько раз автомобиль техпомощи забирать машины с трассы на буксире. Еще бы, ведь переоборудованные двигатели не всегда выдерживают дополнительные мощности. Нельзя забывать даже о самых мельчайших деталях. Не говоря о переделке системы охлаждения, электроники и так далее. Некоторые даже не забывают оборудовать машину дополнительными гаджетами. К телеметрии в этот раз действительно претензий было минимум. Возможно потому, что результаты заездов не выводились над всем доступное цифровое табло. Организаторы сами расшифровывали тусклые цифры на новом приборе. У нас были жалобы не на эту телеметрию, а когда первый раз, были жалобы. Второй раз телеметрия работала очень хорошо. И телеметрия, которую сделали умельцы Рязани, получила самую высокую оценку в РАФе. Вот на конференции, на последней, они были вынуждены сами констатировать о том, что рязанская телеметрия работает лучше, чем ту телеметрию, которую они закупили в Америке. Та больше дает сбоев и дает больше недостатков, чем наша. За кулисами самих заездов остаются месяцы подготовки. Из машин, по сути, делают болиды, приспособленные именно к такому формату соревнований. А с какой целью на автобозах вообще вести машину? Зачем? Потому что она уже не предназначена для дороги общего пользования. На ней сложно слишком ехать. Практически невозможно. Те, кто относится к соревнованиям максимально серьезно, готовятся к этапам не в одиночку. В восхождении на пьедестал почета предшествует кропотливая работа, в ходе которой должны понять друг друга две ключевые фигуры – водитель и механик. Механика отдельно, верно? Да. А почему так? Он больше понимает вождение, а вы в механике? Да. Все чаще рязанские этапы Кубка по дракрейсингу посещают спортсмены из других регионов. Туда же отправилась и большая часть золотых комплектов наград. И это здорово, чтобы все они из разных регионов, друзья, здесь победители в четвертом классе. Мы! Уже что-то посерьезное. Дай, чтобы мы еще серьезно. Оказалось, что в самых взрослых классах выставлять даже самые быстрые, но при этом стоковые версии автомобилей до определенной степени бесперспективно. Так 911-й Порше из фаворитов превратился в аутсайдера. А вся полумертвая интрига соревнований заключалась лишь в одном. Сможет ли спортсмен из Москвы забрать золотую медаль не только в предпоследнем, но и в последнем классе? Итак, друзья, Toyota M2 победила и показала лучшее время за сегодня. 10 секунд и 859 тысячных. Это лучшее сегодня время. Можно даже поаплодировать такому замечательному событию. Упорное состязание между двумя лидерами, Toyota и Subaru, завершилось победой участника на Toyota. Таким образом, он забрал сразу два комплекта золотых наград. За победу он благодарит всех, кто ее ковал еще на этапе подготовки. Эта самая команда забрала две медали в последних двухклассах и уезла их в Москву. Консультант. Снимаю все на свой фотоаппарат. Я капитан команды. А я их не папа. Главный механик, скажи. Главный механик. А я несу позитив. И, конечно, в успешной команде всегда найдется место юмору и талисману. Вот свинку. Прикурить. Я могу вам показать. Это наш новый талисман. Есть предположение, что он работает. Он исполняет очень важные функции на самом деле. Открывает багажник. Заключительный этап. Кубка Рязани по драг-рейсингу действительно собрал много народа. Люди побросали свои планы на выходные и приехали сюда, чтобы увидеть результаты, которые не изменятся до весны. Но было бы не так весело, если бы на закрытии не провели еще и другие соревнования. Одним из таких состязаний стал конкурс на самую оригинальную внешность автомобиля. Наибольший интерес к нему проявила праздная публика. Гонщикам было особо не до того. Они готовили автомобили к основной части мероприятия. Зато все остальные повеселились от души. Не сказать, чтобы результат конкурса оказался совсем уж неожиданным. Оригинальный, так и оригинальный. Автомобиль «Газель», с которого зрители обычно следят за соревнованиями, отхватил пальму первенства. Самый оригинальный автомобиль, я считаю, не дыдно. Видимо, прикольно и забавно. Кто за «Газель»? Конкурс на самый мощный автозвук оказался самым шумным. Зрители старались не подпускать близко. Опасно, ведь звуковое давление в автомобилях такое, что буквально выдавливает двери и окна. Соревнования по автозвуку – это теперь неотъемлемая часть драгрейсинга в Рязани. И это не только море призов и подарков, но и море впечатлений. Попробовать испытать на себе звуковое давление решились немногие, но те, кто отважился, получили незабываемые впечатления. 145,75 децибелла. Мне просто интересно, вот просто я сяду в машину вот с таким звуком просто послушаю. Ты лучше в десятку сел. Я бы с тобой хоть посмеялся. Вот так вот, Александр залез на тест-трайк. Да ладно, нормально. Саря! Ну и про сами соревнования. Круг участников ширится с каждым проведенным состязанием. Результаты все лучше. Жаль только, что конкуренции с другими регионами лизанцы выдерживают далеко не всегда. Одновременно с этим именно в таких условиях быстрее всего развивается автоспорт. Субтитры создавал DimaTorzok